МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Психология покера». Это, может быть, одна из важнейших тем, и я жду к столу своих студентов. Здравствуйте. Я думаю, что сегодняшняя тема может быть вообще одной из самых интересных тем в покере, потому что покер не только игра математики, это не шахматы, где нужно разыграть определенный расклад. Очень часто по поведению человека мы какой-то можем тип этого человека определить и, следовательно, предугадать его действия. И точно так же мы должны задумываться о том, какое впечатление сами производим на других игроков за столом и чего они ждут от нас. То есть, если говорят, что первые пять лет или десять лет мы работаем на имидж, а потом имидж начинает работать на нас. И в этой связи я хочу пересказать одну историю про знакомство Дойла Брунсона и Майка Кару, которая описана в книжке Дойла Брунсона «Суперсистема». А Майк Кару, как известно, написал для этой книжки главу по дропокеру, а также посчитал все таблицы, их более ста, поэтому... Ну, по разным покерам. Так вот, Дойл рассказывает такую историю. Сидит человек, ну, немножко похожий на идиота, потому что Майк Кару действительно так выглядит, он сидит с взлохмаченными волосами, с безумным взглядом, и у него прозвище «Made Genius of Poker» — «Безумный гений покер». И многие так его и зовут — «Безумный Майк». Вот. И раздачка в дропокер такая. Там, если вы... Может быть, я напомню правила, там людям всем раздают по пять с карт, и открывает торговлю человек, который имеет два валета или старше. И вот, значит, происходит раздача. Кто-то начинает торговлю, кто-то колл, кто-то еще там колл. Майк Кару играет тоже колл. Пять человек зашли. Теперь первый, кто открывал торговлю, меняет мне там три карты, ну, оставляет у себя пару. Кто-то, кто играл за ним, меняет две карты, там, играл на тройне. А, он делал рейс, Майкл Калирова. Кто-то меняет там к двум парам, там, одну карту. Майк Кару. Я на своих. Ё-моё, там, ну, на своих — это уже страшно, пятикарточная комбинация, как минимум, стрит. Значит, люди, которые сидят за ним, начинают... Ну, там уже, может быть, пары мало, может быть, лучше пойти на какой-нибудь флеш-дро, если разбить пару, то есть пытаются что-то менять. Значит, заканчивается обмен. Тот, кто начинал торговлю, ставит, там, пять долларов. Майк Кару кол. Там, ну, люди за ним уже никто не реализует, все тоже коллируют. Значит, открывайте ваши карты. Ну, тот, кто начинал, там, у него, там, два, три валета, там, он купил валета. Майк Кару открывает какую-то, ну, такую совершеннейшую пустышку, даже, как бы, вот, ну, вот такую вот, какую-то ерунду. Вот. Люди встают со своих мест, чтобы заглянуть. При этом Бронсон, говорит, он еще как-то заухал, как филин. То есть, сказал, эх, там, надо же, не пришло ничего. Ну, вот. То есть, когда он стал приглядываться к этому парню, он говорит, я заметил, что он все-таки чаще выигрывает, чем проигрывает. И однажды он пригласил его попить кофе там, в этом баре. Вот. И, говорит, такое впечатление, как будто он снял маску, он стал совершенно другим человеком, он достал из карманов какие-то математические выкладки. И он оказался очень серьезным человеком. Вот, говорит, а я наблюдал одну сдачку такая, которая меня поразила. Тут, говорит, а что, она стоила мне 15 долларов, вот, вот это развлечение. Вот. А потом всю ночь они калировали все мои там самые ставки, просто, чтобы посмотреть, что на этот раз этому дураку пришло. То есть, он создал себе такой имидж идиота. Причем, Бронсон говорит, что, надо отдать должное, он играл с очень сильными игроками. То есть, он играл в таком кругу, где трудно выиграть. То есть, он очень хорошо понимает эту игру. Вот. Но при этом, он, говорит, один из самых, может быть, нечитаемых людей в мире покера. И один из сильнейших игроков именно в дропокер, где у него все посчитано, все вероятности. Он постоянно, ему звонят топ-игроки мировые для того, чтобы он посчитал какие-нибудь специфические ситуации, возникавшие в игре. То есть, он очень хороший игрок, но очень заботится о своем имидже. Одно из занятий у нас будет целиком сделано по его фильму и книжке «Покер Телс» «Язык телодвижений в покере». Где я попробую изобразить все эти приемы, которые для него в фильме играют актеры. Где он учит нас, как распознавать то или иное действие в покере. А пока что давайте мы разберем. Во-первых, игра такая интересная философская категория. Не зря русская пословица гласит «В игре да в дороге узнаешь людей». Вот когда вы едете в поезде, с человеком, и вам нечего делать, и поезд идет там 8 часов, вы с ним разговариваете, и вы можете этому случайному попутчику рассказать о себе что-нибудь такое сокровенное, что, может быть, даже какому-то и товарищу постесняетесь рассказать. Просто для вас такой работает момент, что вы никогда этого человека не увидите. Просто случайно возникшая симпатия. Вы говорите с ним о чем-нибудь, и вы раскрываетесь перед ним. Люди с некоторым опытом уже знают, что даже перед близкими раскрываться небезопасно, тебя могут попрекнуть этим когда-либо, или тебе будет самому стыдно. А случайному попутчику ты раскроешься. Точно так же в игре человек не совсем контролирует себя, и то, что он делает в игре, так много нам о нем сообщает. И, на мой взгляд, не случайно в разных бизнес-сообществах на Западе, где покер, скажем, в Америке, где покер национальная игра, у них есть там какой-нибудь клубный день, четверг, они собираются и играют в покер, потому что они лучше узнают друг друга. И человек, который в игре консервативный, он не блефует, он ходит на хорошей карте, он и в жизни такой ответственный, ему можно доверять в бизнесе. Есть человек, который очень любит блефовать. На него не очень можно положиться, я не буду переходить на личности, но он и в жизни такой, как бы, блефовщик. Эй, на меня не смотрели. На меня не смотрели. А мама не толстая? Про толстую маму я могу рассказать анекдот, как человек смотрит телевизор, там часто показывают покер, он любит смотреть, ему все нравится, но у него недостаточно средств, он не может даже себе позволить сходить в ближайший покерный клуб поиграть в покер. И тут ему вдруг внутренний голос говорит, давай, продавай дом и поезжай в Лас-Вегас. Он говорит, ты что, может, помаленько где-то попробовать? Нет, слушай меня, продавай, поезжай. он продает дом, едет в Лас-Вегас, он говорит, иди в Беладжио, сегодня турнир по 50 тысяч долларов. Тот говорит, да давай какой-нибудь попробуем по 100 долларов там сыграть. Иди, слушай меня, говорит, такой шанс бывает один раз в жизни. Ну, он издает 50 тысяч, получает фишки, садится за стол, внутренний, раздает по две карты, первая сдача. Он только за карты, внутренний голос говорит, не смотри карты, иди all in. Он говорит, да ты что, ну, хоть дай немножко поиграть там как-то. Слушай меня, иди all in. Ну, all in. Весь стол кол, 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 все 10 человек заколировали. Ну, а сейчас-то можно посмотреть карты? Он говорит, а теперь смотри. Он смотрит, туз пик, вторую карту, туз трев. Думает, нормально. Тем временем, дилер сжигает карту, открывает, валет 10-9 червей. Внутренний голос, я их не умал. Это вот, то есть, ну, то есть, все хорошо, как бы, внутренний голос, все же проинтуичил, два туза пришло, в нужном турнире, но всегда виноваты дилеры. Так вот, наш имидж, очень важная составляющая в игре, и точно так же мы следим за игроками, кто, как себя ведет. Я помню, когда-то для своего журнала я попросил одну знакомую девочку написать статью «Женщина и покер». И совершенно неожиданно для меня эта девочка Юлечка Мочилова, бриджистка, принесла фантастическую статью. Просто замечательно. Она говорит, она очень хорошая бриджистка, и, соответственно, она сразу стала неплохо играть в покер. У нее очень была научная статья. Она говорит, я делю мужчин на семь категорий. Первая категория это мачо, вторая категория дамский угодник. То есть она как бы поделила всех мужчин на категории в зависимости от отношения к женщинам. И у меня, говорит, против каждого из этих игроков есть своя стратегия. Например, мачо, он никогда не согласится уступить женщине или там проиграть или, не дай бог, сдаться. Поэтому с ним я просто жду хорошую карту, и когда он заходит, я делаю рейс, и он не может терпеть, что женщина какая-то делает ему рейс там. И он делает рейс, и мы с ним идем в лын, и как бы карта у меня, как правило, лучше, потому что я хожу только на хорошие. А какой-нибудь человек, который за мной ухаживает, он все время мне делает приятное, пытается дать прикурить, там зовет официанта, как только я начинаю искать его взглядом. Вот. Против этого человека, говорит, я очень люблю блефовать. И вот. И он боится со мной поссориться, и он даже не калирует мои блефы. И так она разложила всех мужчин по полочкам. И я думаю, что это на самом деле важная тема, потому что у женщины за покерным столом есть неоспоримое преимущество, именно потому, что она женщина. И с ней будут там, ну, как-то делать, снисхождение, и так далее. А на самом деле женщина может играть ничуть не хуже мужчины, знать все вот эти шансы банка, сложные понятия, но плюс еще пользоваться своими преимуществами. Конечно. Мы еще лучше играем. Конечно. Конечно. Вот. Я очень надеюсь, что мы когда-нибудь с вами поиграем, и вы сможете применить и полученные знания, а также врожденные способности на практике. Ну, я представителя другого из женского пола попрошу, не я. Ну, конечно. Нет, такая ежевенитая женщина, игроки, их часто показывают по телевизору. Даже с некоторыми из них я знаком там в Лас-Вегасе, которые голливудские актрисы, я имею в виду Дженнифер Тилли, например. Вот. Но этот наш имидж, он тоже бывает совершенно разный. Есть общий имидж, вот какой-то человек консервативный, тайтовый, играет аккуратно. Есть какой-то блефовщик, но есть еще имидж, как текущее понятие. Вот вы часто в турнире или в живой игре сидит человек, которого вы не знаете 20 лет, а вы знаете его только те полчаса или час, которые его видите. И если вы видите, что он за этот час не пропустил ни одной раздачи, вы понимаете, что это лузовый игрок, и он не выбирает хорошую карту, и, следовательно, против него можно играть на карте чуть выше средней. Другой игрок вы заметили в последней сдаче блефанул. Значит, можно его поймать на блефе. И точно так же вы должны следить за тем, что делали вы, и какой имидж вы создали за столом в последние полчаса. Если вы выиграли подряд 2-3 банка, и ни разу вашу карту не вскрывали, вы должны удерживаться от блефа лучших. Потому что вы понимаете, что весь стол хочет посмотреть, на чем же вы все время выигрываете. Возможно, вы блефуете, вы несколько раз давали большие ставки, которые никто не уравнял. И вы играете более аккуратно. А если вас поймали на блефе, например, вы блефовали и кто-то заколировал, то вы просто ближайшие час-два должны забыть о существовании этого приема, потому что они будут вас колировать. Вы создали себе имидж блефовщика. Точно так же, если вы, например, ну, не знаю, вошли в тильт, как говорят, то есть стали играть слишком лузово-агрессивно, например, проиграли несколько раздач, то и вас все пытаются ловить. Вы проигрываете, просто раздаете деньги. Особенно в кэш-игре так часто бывает, какой-то человек сорвался с тормозов, как говорят. В этот момент, если вы не потеряли на самом деле контроль над собой, вам лучше все-таки получить хорошую руку как можно скорее. В этом смысле вы не можете ее ждать, как только вы пропустите 10 раздач. Но если вам придет хорошая карта, вы должны будете ее разыграть так, как бы вы разыгрывали в тильте. То есть вы должны ставить, то есть очень развязно себя вести и эксплуатировать этот имидж, который возник в ближайшие полчаса. Этот имидж может меняться. Играли Тайтова, значит, от нас ждут хорошую карту, можно один раз блефануть и пойти на какой-нибудь слабенькой или средне-слабенькой. Если мы играли Лузу на всем подряд, то от нас ждут слабую карту и мы можем показать им сильную. В каждой сдаче у нас может быть разный имидж. Когда мы говорим рейс до флопа, мы заявляем какую-то карту. То есть от нас ждут агрессии. Поэтому когда что-то открылось и все сказали чек, это не значит, что у них ничего нет. Это значит, что они ждут нашей агрессии и мы можем их разочаровать. Тоже сказать чек, если у нас ничего нет. А можем сказать чек и на слабой карте, и тогда они мысли на очень сильной карте. То есть мы должны понимать, какой имидж мы сейчас в данный момент у них создали. Если мы все время играем колом в защите, то мы это можем использовать. Когда нам пришли два туза, мы можем снова сыграть колом. Но если у нас такой имидж, что мы всегда так играем. Хочу тут показать одну раздачу интересную с Филом Ави, который тут важное предисловие, что Фил Ави пришел на этот стол уже чип-лидером и достаточно много уже выиграл на этом столе. Это был тоже турнир Монте-Карло Миллионс, который делает ход третьим в этом розыгрыше. Стол в целом тайтовый и пассивный, кроме игрока Ф, который играл агрессивно. Многие игроки выглядят слегка испуганными присутствием Фил Ави и его крупным стеком. Вы стремитесь украсить каждый раз, когда возможно. А мы это и есть партнер Фил Ави. Мы с ним как бы одна рука. Значит, ему приходит на третьей руке такая фантастическая карта. 9-3 разномастная. Игрок до нас, игрок алимпингует и ставит 300, то есть заходит кол. Игрок б сбрасывает. Вопрос, что мы будем делать? Ну, все нормальные люди сбрасывают, да, такую карту. Вот. Но Фил Ави творческая личность, к тому же у него огромный стек и репутация за столом. Он играет кол. Тоже нетипично, но еще можно понять, рейсы все выкинули, да? А он играет кол. Игрок D сбрасывается, игрок EF, располагающий за одно место до Баттона, оба калируют по 300, малый блайн сбрасывает, большой блайн делает чек, в банке 2050. На флоп приходит дама 86, дама 86, две трефы. Надо сказать, что девятка тут была не пиковая, не трефовая, вообще не без мастей. Дама трефовая, шестерка какая-то бубновая, и надо найти восьмерку треф, вот такой вот приходит флопчик. Дама 86. Большой блайн чек, игрок A чек, что делает Фил бубновая, он ставит ставку 2000. Большой стек ему позволяет проверять документы. EF сбрасывает, игрок на позиции большого блайна сбрасывает, игрок A делает кол на 2000. В банке теперь 6050. Карта терна, четверочка неподходящая. игрок A чек. Что делает Фил Ави? Фил Ави ставит 7000. То есть он ставил до этого 2, в банке стало 6 с чем-то, он ставит 7, чуть больше банка. Ну, мы сейчас прочитаем комментарий, который игрок A был бросать в пас. То есть он разыграл так, ну, во-первых, он на чем-то зашел, у него может быть дама. Репутация не репутация, а ты же не будешь на двух двойках кидаться с ним в улын. Ну, прочитаем, не будем пока, проанализируем и обсудим после того, когда читают. Решение следующее. Многие, если не большинство соперников считают Фила Ави лучшим турнирным игроком в безлимитной холдом в мире на данный момент. Он выиграл много турниров, шесть раз доходил до финального стола в World Series of Poker и занял десятое место в основном турнире мировой серии покера 2003 года. Его стиль оказывает давление на противников и мало кому доставляет удовольствие встречаться с ним в турнирной сетке. Да, но вы можете сами догадаться, что мы включили эту сдачу не для того, чтобы показать, как он спасал, поэтому его действия вот такие творческие как бы логичны. причем ему подошел флоп, потому что флоп какой-нибудь например Туздама 9 был бы для него гораздо хуже, несмотря на то, что он покупал бы свое совпадение. Вот, например, такой флоп Туздама 9 был бы для него хуже, несмотря на то, что у него есть парочка. Он же пошел в банк не для того, чтобы увидеть свою девятку. Просто две карты из старшей группы давали бы его оппонентам больше материала для сопротивления. Он пошел в этот банк просто для того, чтобы забрать, украсть свои агрессии. Поэтому ему не нужны ни девятки, ни тройки. Он просто хочет так разыграть. И он придумал, то есть стандартный способ это рейс. Все выкинули, если кто-то не выкинул, еще раз рейс на флопе. И все-таки убедить всех, а здесь он применил такой способ, он же с ранней позиции, он не знает, попади он на два туза два короля, на перестановку он бы выбросил. Правильно? А тут он зашел колом и не встретил сопротивление. Все остальные зашли колом. На таком флопе он готов воровать. Вот. То есть на борде нет туза, поэтому игроки, которые делали кол, например, с рукой туз маленькой, расстроены. У одного из соперников может быть прикупной трифой и флеш, и при четырех противниках достаточно велика вероятность, что где-то хотя бы одна пара восьмерок или шестерок есть. По-настоящему важный вопрос звучит так. Есть ли у кого-нибудь дама с приличным кикером? Теперь передавит двое игроков, делают чек. Хотя любой из них может строить ловушку, это еще одна хорошая новость. Ави ищет слабости, которые он сможет атаковать, и пока ни один из противников не показал силы. Теперь Ави делает ставку размером в под две тысячи. И это как бы наилучший ход, признает Харингтон. За чек никто очков не получил бы. И не для того вложили триста в эту руку, чтобы делать чек, когда флоп вам не подойдет. Он вам не подойдет никогда. Да? Мне кажется, что я бы не играл столько таким большим блефом с 3-9. Сейчас, скорее всего, оппонент Адама или, возможно, Сет. Я не думаю, что он бы на средней паре делал колл на таком флопе. Скорее всего, у него довольно хорошая карта. И на месте Айви оппоненты часто любят играть против сильных игроков на хорошей карте, чтобы скрыть блеф, показать, как он обыграл игрока. Поэтому я бы не стал так блефовать. Но, наверное, Айви просто психологически прочувствовал эту ситуацию, что оппонент боится его и сейчас выбросит. И сыграл просто идеально. Пока что их четверо и пока что еще никто ничего не сказал. Первый только сказал в чек. И за нами еще двое. Поэтому про Даму вопрос открытый. Тогда, если ставить, то нужно еще будет ставить также на Черни. Нет смысла сейчас поставить, а потом сдаваться, что он и сделал. Что он и сделал, да. Но, во-первых, я считаю, что у него были хорошие шансы. Как только он не находит Даму, он, скорее всего, сразу заберет. Потому что у Колеров должны быть или Трефа, или что-нибудь восьмерка, или там 7-5 какой-нибудь на стрит. Потому что 9-10 уже маловато, да. Стрит, живот. Но с первого попытки у него не получилось забрать. Но, с другой стороны, партнер не переставил. И, следовательно, на таком опасном флопе, скорее всего, еще и нет Дамы. Правильно? Дама же должна была как-то активизироваться. Кроме того, два чека, а, два чека перед ним. Позволю вам создать давление на двух противников, играющих после вас. Посмотрите на этого беднягу, располагающегося за одно место до Баттона. Где этот бедняга? Вот этот бедняга, да? За одно место до Баттона. Который играет после него, а двое игроков, сделавших чеки, все еще остается в розыгрыше. Он же их тоже не может списывать со счетов? Вот представь, есть у кого-нибудь Дамы, там неважно, Дамы 10 какие-нибудь. Вот что ему делать? Ави ставит полный банк. Попасть же в клещи можно перед двумя. Правильно? Поэтому, а уж восьмерка и шестерка тем более не удержатся. Ему придется нервничать не только из-за вас, но также из-за Баттона, который играет после него, а двое игроков, сделавших чек, все еще остаются в розыгрыше. Даже игрок с рукой вроде Дама-Валет должен волноваться, и он вполне может выкинуть такую руку. Если он сбросит, та же самая логика будет применима к игроку F на позиции Баттона. Эти игроки находятся под таким сильным давлением, что если кто-то из них все же окажется в игре и сделает рейс, считайте, что с вашей рукой покончено. Но на самом деле ситуация такая волшебная, когда любой из играющих находится под давлением всех остальных игроков стола. Они же не в складчину играют против него. Каждый боится потерять свои фишки. На самом деле игрок E и F сбросили. Игрок на позиции большого блайнда тоже сбросил. Сбросил руку Тус-8, кстати говоря. На самом деле сильнейшую руку на данный момент. Игрок А, однако, сделал кол против ваших 2000. Теперь появляются еще две подсказки. Один из колеров был единственным игроком, которого не удалось выдавить из игры. Он знал, что сможет увидеть следующую карту за 2000, и он просто сделал кол, но не сделал рейс. Поэтому мы знаем, что у него что-то есть. Но если он не строит ловушку, у него, вероятно, нет дамы. Наиболее вероятные кандидаты на его руку это что-то вроде средней пары или, возможно, прикупного стрита или флеша. Конечно, он мог иметь пару восьмерок или шестерок в темную и строить ловушку с сытом, но при этом руки эти гораздо менее вероятны. Теперь приходит четверочка. И игрок А делает чек. Вопрос. Чтобы не разыгрывал этот человек, карта четверка не помогла ему. И он снова сделал чек, все еще не обозначая никакой силы. Теперь А ведь делает ставку намного более крупную, чем размер пота 7000. и вот эта ставка предполагает, что это самое лучшее из возможных. То есть не полбанка. Полбанка ему давали бы хорошие шансы на все его прикупные там, на чем он мог идти на 10-9, 9-8. Вот. Игрок А сбрасывает. На самом деле у него была рука 9-8 бубновые. И он составил среднюю пару на флопе. И вот теперь 3 наблюдения. Эта рука была разыграна за столом, с которой велась телевизионная трансляция, и никто не хочет выглядеть глупо по телевизору. Даже мы с Катей, правильно? Когда делает колу на все свои фишки с рукой средней силы против игрока мирового класса, который практически кричит о том, что у него сильная рука. Ави знает это и использует эту информацию безжалостно. То есть еще и телевидение против этого человека. То есть ну потому что над ним будут смеяться, скажут там дети, папа, как же ты заколировал против Фила Ави на какой-то смешной руке 9-8. У него два туза или там туздама. То есть очень агрессивная игра либо приведет вас к тому, что вы вылетите очень рано по ходу турнира, либо позволит вам собрать большую груду фишек. Такие агрессивные игроки, как Ави, Гас Хансен, Грег Реймер, Эрик Лингрен считают, что агрессивная игра представляет собой правильное использование отпущенного им игрового времени. Если они играют после первого дня турнира, они играют руки с реальными шансами на выигрыш, они просто пытаются выжить в игре. И этот стиль работает не так хорошо в онлайновой интернет-игре, потому что там у игроков гораздо меньше денег вложено в турниры. Гораздо проще сохранять спокойствие, когда вам приходится только нажимать на кнопку, чем когда вам на самом деле нужно бросать реальные фишки на стол под взглядами десятков, сотен, а иногда тысяч людей, которые могут смотреть это дело в камеру. И сверхагрессивная игра кажется простой, когда она работает, но это настоящая проверка нервов и навыков наблюдения. В этой задаче Ави зашел далеко не в ту сторону, но смог спасти ситуацию с помощью правильных ставок и простой силы воли. То есть он развлекался, но он очень хорошо эксплуатировал свой имидж. Я думаю, после кофебрейка мы продолжим разбор полетов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, продолжим наш урок психология покера. Тут поступило предложение, даже не буду скрывать, что от Кати, провести следующий эксперимент. Сыграть несколько сдачно реальные фишки, а потом попытаться сформулировать, какой имидж каждый из нас имеет за этим столом. Все согласны? Так я сначала, как водится, заодно, чтобы мы правильно знали процедуру игры. Сначала мы разыграем баттон. Самая старшая карта это Макса, это Володя, это Ваша, это Саша, это моя. Даму баттон, баттон у Саши. То есть я ставлю маленький блайнд. Помните, к вопросу, можно я буду здесь ставить, чтобы я его видел, а то там из-за компьютера мне не видно, Саша. я ставлю маленький, Макс большой. Мы играем техасский холдом, ноу-лимит, у всех одинаковые стеки по 2500 фишек. Олодя, кол 50, Катя, рейс 200, хорошая, видно, пришла. А, имидж, имидж, я помню. Теперь имидж работает на нас. рейс 500, пас, 25 уходит в банк. Макс решил не начинать братоубийственную войну. 450 кол. Вам дали 200 кол, или рейс, или пас. Нет, почему? А, 300 вам. 300 кол. 300. 300. В банке 1575. Помогите мне собрать эти фишки, если можно, в кочку. Вот такой безопасный флоп 6-7-8. Ни стритов, ни флешей, никаких опасностей. мы потом еще проанализируем возможности тасовавших рук. Первое слово вашего, чек. Окей, я могу вставку вставить, да? Да, от 50 до бесконечности. Ай. 200. call 200. call 200. call 200. все интереснее, интереснее. чек. можно? фишечки, номер, 300. call 300. call 300. так, нам надолго фишек может не хватить. так, слово вашим. не подсказывать. 200. call 200. call 200. call 200. call 200. Открывайте ваши карты Дамы 9, король 7 Три семерки Здесь получился стрит от девятки Можно я открываю вашу карту У вас туз 2 Вы странно калировали после флопа Что выбросил Макс? Макс выбросил Стриток Стриточек от девятки Ну и победную руку выкинул конечно я Потому что у меня был бы флеш Но мы поздравляем Стрита с победой 6,8,9, да пятерочка Проанализируем пока не убрали Когда мне раздали 9,4 Я сразу решил как-то Проблюфовать и забрать часть фишек Потому что я в прошлый раз домой выбросил У меня имидж довольно тайтовый Я боюсь играть Но я увидел как Саша Сделал рейс Я понял что он хочет украсть Если сделаю еще рейс Он против меня сыграет точно тоже без карты Но я без позиции У меня 9,4 Просто я чаще буду позади Он спокойно даже По туз 10 и карты хуже Пойдет против меня в улын Он понимает что я хочу у него украсть Поэтому я выбросил А я думаю вы скажете что Если даже Филави мог выиграть на 9,3 То у меня то лучше У меня 9,4 То есть Ну а у Кати все было хорошо Можно сказать что Кате не повезло Я даже знаете что вам скажу Кать Когда вышла семерка Вы же по предыдущей игре понимаете Что у него нет Там фулл хауса Или готового стрита А в банке уже было 2000 Когда вы ставили 300 Но надо поставить Олл ин Я не хотела из игры выпадать Если я по чуть-чуть играю У нас еще есть два чемодана фишек Ничего страшного Но я хочу Катюш Смотрите простая логика Вот у него Вот в этой позиции Ну может быть есть какая-то карта Не важно Если у него например Даже пускай две дамы Он делал ререйс То вы все равно впереди У вас семерка И он может выиграть Только если придет дама Их всего две То есть вам лучше Но наиболее вероятная карта У него там стрит например Если ему девятка Раз он идет Девятка ему дает Восемь возможных карт Восемь пятерок Ой четыре пятерки И четыре десятки Чтобы купить стрит Который вас побьет Вы должны сделать такую ставку Чтобы ему было платить невыгодно А так все большую ставку Не выгодно Ну хотя бы сопоставимую С размером банка Вот в банке две тысячи Вы поставили триста У него восемь к одному Чтобы заплатить А ему достаточно четыре к одному Чтобы заплатить Пять к одному Вот Вы сделаете чтобы у него было Ну не лучше чем Там не знаю Два к одному То есть поставьте две тысячи У вас не было двух тысяч Поставьте все ваши фишки Да и он просто бы выбросил То есть у вас восемерка А даже если у него уже какой-нибудь там готовый стрит Девять-десять например То вам еще может прийти восьмерка Шестерка Король Который убьет его Стрит фуллхаус Помните что фуллхаус старше стрита Вот То есть Вот тот урок Который мы проходили Шансы банка Кстати говоря Вот у меня тоже интересная конструкция Получилась на флопе Которая заслуживает Просто упоминания В теории она называется Дабл бели бастер Двойной стрит в живот То есть мне Он как бы Ни двусторонний Ни сплошной Но у меня здесь дырка Девятка Замыкает И здесь дырка Замыкает И кроме того У меня флеш дро То есть вот на этом флопе У меня достаточно Аутов Чтобы поставить Ол ин против Любой там пару тузов То есть у меня Двусторонний стрит И двусторонний флеш У меня 56% Против 53% Против двух тузов Да? Я также заметил Очень интересную вещь Когда Екатерина На четвертой карте Поставила 300 А на пятой карте 200 То есть я сразу понял Что эта карта Очень страшная для нее Если бы поставила 500 Это было бы Наоборот более опасно И здесь поэтому Я бы легко развернул На любой просто карте Я понял Что там Вы боитесь очень Ну у Саши Был стрит Потому что Нет смысла Блифовать Там он сделал только кол То есть Я просто сделал Такой блокинг бет Но Не выдающий То что вы боитесь Бет 500 Примерно Я страх показала Но я хотела его карты Посмотреть Посмотрели Катя смотрите Что происходит с Баттоном Он был у Саши Он по часовой стрелке Переезжает И будет переезжать Все время То есть Каждую сдачу Он будет двигаться Теперь у них Блайнды А вы будете Ставить первое И еще Как правильно Смотреть карты Мы ставим Руки домиком Смотрите Как все смотрят Чтобы никто Не увидел Кроме вас Вот так вот Вот У меня даже Если сбоку Будут стоять Смотреть Никто не увидит Ну и ваше слово Катя Выходите Да Рейс 200 Да Один разумный человек Нашелся Который выкинул Так Открываем Катя опять Король 7 Король 7 У вас Король 7 Нет У меня Да Нет У вас до этого Король 7 Может быть Вы их забыли Выбросить Моя очередь Нет Первый Макс Макс Я чек Чек Слоу плай Слоу плай Ну и второго Слабонервного Вытолкали Чек Пас Рейс Рейс 700 Чемоданчик Приготовьте Пожалуйста Фишка Пас Не стали брать И делить Катю Решили Так Разыграть Макс Макс Открывайте Открывайте Пожалуйста Король 4 Король Дама Нельзя сдаваться Пока на стол Не легла Последняя карта Катя Вы выигрываете Какая карта Может Спасти Макса Четверка Четверка Еще какая Еще король Даст ничью Будет фулл хаус Короли семерки Ага И еще туз Дает ничью Потому что будет Две пары Два короля Две семерки И туз Старшей дамы Пока что у вас Два короля Две семерки И дама А у него Два короля Две семерки И четверка Окей Мы открываем Десятку Оказывается Фишки потребуются Не Кате Вот имени мне Они все мои Они все ваши Но новые фишки Давайте Новые фишки Даем Ее Видите Вот Мое Мое Так Баттон у нас Переехал Столу Макса Катя У вас большой Блайнд 50 50 Моя еще Кальки не получила Ну и вот Неважно Вы должны Поставить Поэтому Она и называется Блайнд Что вы ставите их Не глядя Не получив Еще карты Двести семьдесят пять Рейс Пас Двести семьдесят пять Да Двести Семьдесят пять Катя Вам надо Либо двести семьдесят пять Либо пас Либо повысить Ну Я повысил Сейчас У меня Почти тут Ок О Шестьсот Ре-рейс Я так чувствую Что психологические портреты У нас почти готовы Есть кол 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 Первое слово у нас У Владимира Чек Чек Вы можете сказать чек Ждать следующую карту Можете поставить От пятидесяти До бесконечности Тысяча Это я соберу Спасибо Как с нашими девочками Саша Не очень Пас Я кол Макс кол Вас должно было это напугать Потому что у него так мало осталось Его кол означает Что он хочет Чтобы еще и вы За компанию Так Следующая карта Девяточка Первое слово ваше Еще тысяча Шестьсот сдачи Вам Три четверки Катя открывайте Что там у вас Я на сад за шестьсот крыло Может быть трефа есть Открывайте Ничего страшного Я не хочу открывать Я не хочу ее открывать Вы можете выбросить Вы можете выбросить У нас не турнир Но если у нас турнир То вы должны открыть Если турнир То должны А кто меня заставит открывать Постановление народного суда Нет Стоп Две дарома Еще дама может прийти Да А Если дама придет Вы же выиграете Нет Давай Не Ну шансы маленькие Так Следующая карта Уэй Вот так окей Да Дамы Пожалуйста Тут такая Тут такая Тут такая Флеш То есть вот Четыре пики у вас Флеш Нет 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 Катюш Сет четверок побеждает Ой Это мои Четыре тела Отдаю мои деньги Это не умно Ну не повезло Вы стояли Сильнее Конечно Ой я так и подумала Да Я хотела его напугать Может он Не напугать Да Я тем более отыграться хотел Четверка Так Ну давайте До конца круга Мы сыграем У нас батон Переехал Катя ставит Маленький Блайнд Окей 25 Вы можете разменять Вашему соседу Чтобы у него стояло 50 А у него есть 50 У него хватает У него все хорошо Так все хорошо Коу 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 25 Чтобы давать А вы хотите Рейс Да Вы хотите Давить на стол Я понял У вас уже Такой авторитет Агрессивный игрок Полин Ну что Средние карты А последние Нет Еще будет раздач Я пас Зачем ты это сделал Чтоб ты Заколировал А я Хочешь так играть Да Окей Покропнуло Окей Сейчас посмотрим Все пасы Ваше слово Мы вас ждем Ура Колу или пас Увай Ты с ума сошел Ну что у тебя там Два девять Туз два Это уже нельзя Не-не Не показывай Вы должны Или заколировать Или выбросить Уверить Что у меня У него нету второго туза Я знаю Я знаю У него нету You know what Fine Хочешь так играть Я могу так играть Не-не Вы только Не смешивайте Окей Вот это мое Это мое Окей Туз Пожалуйста Вторую Троечка Попугар Еще лучше Пумья Ооо Там сильнее На самом деле Здесь поделить Немного шанса Нет Нужно еще семерка Поместится Сейчас меньше Откроется Если все Одна старшая Надо меньше семерки Карту Чтобы семерка Выиграла Да Все выиграли Выбирайте Считать не будем У вас больше Спасибо Видишь Ты играешь С тыком Получаешь Храга Что-то Зап Показал Если вы Пригребаете То можете Сделать Размен Вашей соседке А вот еще Ваши деньги Я Пожалуйста Собирайте Собирайте Спасибо Вот так Похоже Я самый сильный Игрок За этим Столом Ну Безусловно Самый Смелый Так У Кати Батон Маленький Блайн Большой Ну Пора Уже Психологические Портреты Зарисовать Мы вас ждем Ваши слова Я думал Там идет Набор Все уже боятся Катя Все смотрят Что вы считаете Фишки 300 Коу Ладно Что Последний раз Не в жизни 50 Попад Сжигаем Карту Все понимают Почему Сжигаем Катя Если вдруг Кто-то Испачканный Или какая-то Как вы сказали Крапленый То мы ее снимаем Чтобы если вдруг Кто-то знал То мы ее убираем А это крапленая Если нечаянно Крапленая На всякий случай Убираем И слово первое Сошло Чек 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 Катя Можно чек Можно ставку Как обычно Чек Чек Все чек Четверочка Саша У тебя ничего нету Четыреста Семьдесят Пять А пятьсот Ровно Да Три тысячи Я сдался Открывайте Вас Увы Все О Давайте посмотрим Что мы видим У кого какие шансы Здесь пока что Старшая пара Дама И Стрит Живо Трочка Нужна Здесь Двусторонний Стрит Два Три Четыре Пять Годится Туз Или шестерка На шестерке Две заняты А здесь Годится Бубна Или такая же Тройка Если И придет Тройка То они Поделят Смотрите Все время Интересные Сдачи Приходят Можно Посмотреть Ну что Оп Балет Значит Мы И заодно Проверим Правильную Процедуру Смотрите Выиграла У нас Дама Но Здесь Больше Денег Почитайте Саша Пожалуйста Ваши Фишки Вашу Ставку Триста Тысячу Триста Тысячу Четыреста И Тысяча Тысяча Бочного Бочного Банка Вы имеете Тысячу Двести Вот С тех Ставок Вот Вам Тысяча Двести Под Шестьсот За каждым Там У вас Пятьсот Да Тогда Всего Тысячу Тысячу Всего Пятьсот Вместе Тысячу И этот Банк А этот Банк Выиграла Катя Как Более Старшая Рука С Королем Ну то есть Я сначала Получаю А потом Они между Собой Разбираются Да Что мы выяснили В результате Этого Круга Игры Ну во первых Мы выяснили Кто самый Смелый Во вторых Мы выяснили Кто самый Красивый И Кто самый Счастливый На самом деле Обратите внимание Каких-то Всего Несколько Сдач А мы Уже Начали Бояться Катю Да Непредсказуемые Действия Я не боюсь Просто Карты Не идут Один раз Пошли И ты Скинул Сейчас Деваться Некуда Последний раз Так что Вы Катя Не боитесь Просто Вам Карта Не прет Ладно Ну что ж Спасибо Я думаю Мы будем Вспоминать Этот урок По психологии Игрока Когда будем Разбирать Разные ходы И будем Накладывать Как матрицу На человека Который Сделал То или иную Ставку На его образ Который В нашем сознании Откладываться должен Спасибо Спасибо Субтитры подогнал «Симон»